Разрушенные музеи, разграбленные экспозиции, сожженные храмы и памятники архитектуры. Незаконная депортация украинских детей и усыновление их россиянами. Все это попытки Путина разрушить основы украинского общества, уничтожить культуру и историю народа и, как следствие, само государство. Путин пытается лишить Украину права на существование, уничтожая культурное наследие. Он хочет доказать самый большой миф о том, что Украина – фальшивое государство. Но это неправда. Главная цель России – полная ликвидация всего, что определяет Украину, как независимую страну и нацию. Язык, история, культура и даже гражданское общество. Путин давно болен идеей восстановления Российской империи. И он мнит себя собирателем земель и вполне осознает, что без Украины все его имперские амбиции останутся иллюзиями. Современный русский империализм сосредоточен вокруг концепции русского мира, которая предполагает объединение территорий когда-то Российской империи и Советского Союза с центром в Москве. Российское руководство отрицает суверенитет, национальную самобытность, культурные и языковые различия Украины, что является откровенно фашистским и шовинистическим. Военная агрессия направлена против украинцев как нации и против Украины как государства в целом. В ней есть все черты культурного и этнического геноцида в целом. Оправдывает зверство российских оккупантов в Украине целая армия пропагандистов по всему миру. Они штампуют фейки об Украине и ее партнерах, при этом напрямую копируют приемы геббельсовской пропаганды. Российский режим сейчас подхватывает и использует худшие примеры. Самые ужасные уловки и рассказы нацистов во время Второй мировой войны. И нам действительно нужно объединить силы и бороться с российской пропагандой, потому что российская пропаганда имеет такое же значение для российского режима, как и российская армия. Таким образом, это военная информация, используемая для ведения войны. Мы являемся свидетелями попытки истребить целую нацию. Как представитель польского парламента, страны, которая с самого начала поддерживала Украину в борьбе против россиян, наконец, я говорю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить захватчика. Наша поддержка должна быть всеобъемлющей, от гуманитарной до военной. На этот раз весь западный мир встал на сторону добра. Депутаты Европарламента намерены усилить санкции против российских пропагандистов. Все, кто помогает Путину продолжать войну, должны понять, их преступления не простят и не забудут. Важная составляющая международного давления на Кремль – недопуск россиян к участию в культурных мероприятиях и соревнованиях, например, в Олимпийских играх. Я просто хочу, чтобы мир проснулся, потому что угроза, война, которая началась 9 лет назад с аннексией Крыма, мы говорили никогда снова, но это снова происходит. Третий рейх – Гитлера. Теперь это полностью совместимо с путинской Россией. Россия хочет стереть Украину с лица земли. Я опечален тем, что МОК с Томасом Бахом в качестве президента Международного Олимпийского комитета допускает к соревнованиям Россию и ее союзницу в этой войне – Беларусь, пока украинских олимпийцев убивают и пытают. Мир должен осознать, насколько преступен, агрессивен и токсичен нынешний кремлевский режим, считают евродепутаты. Полная изоляция России и всесторонняя помощь Украине ускорят его крах. А это значит, что десятки миллионов россиян смогут избавиться от навязанных им установок и имперских идей и построить свое государство на основе демократии и права. Ксения Борвиненко для телеканала Freedom.